Беспилотным летательным аппаратам уже давно нашлось применение в сферах видеосъемки и развлечений, но они могут быть полезны и при выполнении более серьезных задач. Ранее они уже использовались в поисково-спасательных операциях, но одной разведывательной функцией они не ограничиваются, испанская фирма MUDD Architects доказала, что на данный момент квадрокоптер не способен построить конструкцию с нуля, поэтому он выполняет роль помощника настоящих строителей. В самом начале людям необходимо самостоятельно собрать каркас будущего сооружения, для этого они скрепляют друг с другом стебли бамбука. Квадрокоптер включается в дело только на следующем шаге, помогая строителям натянуть на конструкцию огромное тканевое покрывало. Чтобы придать конструкции прочность, на натянутое и закрепленное полотно квадрокоптер распыляет смесь глины, песка и рисовой шелухи. Затем дрон начинает играть роль сушильной машины и очищает поверхность от влаги при помощи воздуха, подаваемого через длинный шланг. Исследователи надеются, что благодаря таким мерам, убежище будут выдерживать как сильный ветер, так и землетрясение. На данный момент квадрокоптер управляется настоящим человеком через пульт дистанционного управления. Компания MUDD Architects уже рассматривает идею по внедрению датчиков и программного обеспечения для автоматизации всего процесса строительства. В перспективе, строительство убежищ при помощи квадрокоптеров поможет снизить расходы и затрачиваемое время при спасении жертв землетрясений и других бедствий. Квадрокоптеры также используются в сельскохозяйственной сфере, помогая следить за состоянием ферм. В частности, речь идет о защите растений от заболеваний и повышении вырожайности за счет более тщательного ухода. Подробнее об этом можно почитать. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях. Подписывайтесь на канал, жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые видео.